Ребят, всем привет и доброго времени суток. Сегодня мы поговорим о такой вращающейся блесне как Лаки Джон Шелдблейд. Говорить о Шелдблейде я буду сравнивая его с блесной мэпс Аглия Лонг, поскольку именно Аглия Лонг является образцом в своем классе. Концептуально Шелдблейд полностью повторяет Аглию, но основная разница в деталях. Как мы видим Шелдблейд состоит из привычной оси, лепестка типа Ивовый лист, Аглия Лонг и тройника. Но не так все просто. Первое на что я хочу обратить ваше внимание это сам лепесток. Да, он вращается под углом 30 градусов по отношению к оси блесны, но в то же время он имеет немножечко другой профиль. Профиль более сложный, чем обычный лепесток Аглии. Он имеет необычную схему расцветки. Данная схема называется зеркальной. При такой схеме на лицевой части лепестка мы видим какие-то контрастные цвета, но суть заключается в том, что с обратной стороны у нас те же самые цвета, но расположенные как бы зеркально. За счет этого при вращении возникает постоянный диссонанс. Так же как и у колеблющихся блесен, когда одна сторона может быть под окуня, а вторая белая, либо какая-то еще. Когда происходит проводка, за счет постоянной смены цвета у хищника просто-напросто пробуждается интерес. Здесь работает тот же самый принцип. Теперь обратим внимание на такую деталь, как душка крепления лепестка и вот эти вот ролики. Сравниваем с Мэпсом. У Мэпса здесь вот два вот таких вот ролика, а в свою очередь у шелдблейда только снизу их уже три и сверху над самим лепестком еще один. Что даже в теории делает вращение лепестка очень легким. То есть блесна у нас заводится без каких-либо проблем при первом обороте рукояти катушки. Следующим значительным отличием шелдблейда от Аглии Лонг является сердечник. У шелдблейда это наборной сердечник из металлических бусин. Эти бусины изготавливаются из алюминия, латуни и в некоторых случаях из вольфрана. Помимо всего прочего, вот такой вот сердечник, состоящий из отдельных сегментов, при проводке в воде создает также колебания, создает шум и вибрацию, чем дополнительно привлекает хищника с большого расстояния. Кстати, существуют отдельные модификации блесны Лаки Джон Шелдблейд, имеющие обозначение Тангстен Боди. Это утяжеленные блесны, сердечники которых полностью изготовлены из вольфрама. Но даже при стандартном сердечнике шелдблейд намного тяжелее, чем Аглия Лонг. Вес двойки Аглии Лонг составляет 7 грамм, в то время как вес двойки шелдблейда составляет 9 грамм. Ну и завершает череду различий тройник. Если у обыкновенной Аглии он ничем не прикрыт, единственной точкой прицеливания и провоцирующей точкой является вот эта вот бусинка, то у шелдблейда есть вот такой вот цветной шарик. Но помимо этого его тройник украшен вот такой вот мушкой. Да и сам тройник намного более качественный, чем у Аглии. Но конечно же это все не на пустом месте, поскольку стоимость шелдблейда примерно в два раза дороже, чем у обыкновенной Аглии Лонг. Но отложим Аглию Лонг в сторону и вернемся непосредственно к герою нашего обзора. В первую очередь шелдблейд подойдет для ловли на течение. Как мы знаем, под влиянием лобового сопротивления быстрого течения лесна у нас выносится к поверхности воды. Что касается шелдблейда, то за счет, во-первых, лепестка типа ивовый лист, а во-вторых, за счет утяжеленного по сравнению с обыкновенными блеснами сердечника, эта блесна очень и очень хорошо держит стую. Поэтому в первую очередь она подходит для ловли на течении, причем на течении даже быстром. Но не стоит думать, что пасует шелдблейд на стоячих водоемах. За счет вот этой вот всей системы шариков, роликов, за счет лепестка, который отлично работает, она очень хорошо работает и в стоячих водоемах, но при этом следует учитывать, что идет эта блесна довольно глубоко. Поэтому в тех случаях, когда нам нужно обловить придонные слои воды, когда у нас хищник держится на большой глубине, мы и ставим шелдблейд. Его можно провести даже самой медленной проводкой, лепесток не будет сбиваться, и при этом хищник будет спровоцирован на атаку. Что касается размеров блесны лаки Джон Шелдблейд, он выпускается в номерах от 0,0 до 4. Номера от 0,0 до 1 это типичные ультралайтовые приманки, но при этом обладающие довольно большим весом, что, во-первых, позволяет добраться до стоящего глубоко хищника, а во-вторых, выполнить дальний и точный заброс. Единица это некий универсальный вариант, на который можно поймать абсолютно любую рыбу, в том числе и классического хищника, такого как щука и окунь, и условно-мирную рыбу, такую как ясь, галавль и прочее. Ну и номера от 2 до 4 я бы назвал блеснами для ловли избирательно крупного хищника. Во-первых, основная цель данных блесен это, конечно же, щука. Кроме того, атакуют данные блесны и судак, поскольку это придонный все же хищник, но и блесна у нас обычно идет над самым дном. Ну и не обходит своим вниманием данную блесну даже сом. Поклевки сама также неоднократно случаются на вот эту вот блесну. Что касается выбора цвета блесны Lucky John Shell Blade, то здесь все не так однозначно. Во-первых, в линейке нет вот таких вот именно монотонных классических цветов. С другой же стороны, классические цвета в сочетании с какими-то добавками присутствуют. Здесь мы видим такого яркого типичного провокатора, когда у нас яркий-яркий фон, черные такие точки, обратка у нас зеркальная. Ну и в принципе упор следует делать на то, что при пасмурной температуре мы выбираем яркие рассветки, либо провокаторы, либо серебро. А при погоде солнечной мы выбираем рассветки более тусклые. И тогда результативность ловли будет на уровне. Блесна Lucky John Shell Blade отличается от всех прочих. Во-первых, с качеством изготовления, а во-вторых, своей безотказной игрой при любых условиях. Лучше всего Shell Blade подойдет для ловли в реках, вплоть до быстрого течения. Но если мы ловим на глубоких участках водоема, то также он подойдет и для ловли в стоящих водоемах в придонном слое. Ребят, всем спасибо за внимание. Если вам это видео было полезным, то ставьте лайк. Также хочу сказать, что недавно я попробовал свои силы в подводной съемке. И вот здесь вот оставлю видео подводное. Если вам не сложно, то зайдите, посмотрите и оцените. Напишите в комментариях, нравится вам такой формат или нет. Всем спасибо за внимание. Счастливо.